Всем привет! Очень много тревожных новостей было за последние дни. Блокпосты возвращаются, а карантинные гайки закручиваются все туже. Президент Казахстана Касанжум Артукаев устроил разнос правительству на совещании по коронавирусу и даже пообещал уволить министров, если они не исправят ситуацию в ближайший месяц. И критиковать было за что. Очевидно, что спустя год после начала пандемии чиновники наступают на те же грабли. Провал за провалом и, как итог, жесткий локдаун кажется неизбежным. Сейчас обо всем расскажем подробнее. Начнем с ключевого момента совещания. Президент раскритиковал темпы вакцинации. Тут он как бы намекнул, что правительство несколько месяцев назад его дезинформировало, говоря о том, что вакцин будет достаточно, чтобы покрыть потребности страны. Поэтому Токаев анонсировал массовую вакцинацию с 1 февраля, но с того времени привили менее 1,1% населения. Теперь, по словам главы государства, он вынужден срочно договариваться о поставках из других стран. И не всегда условия оказываются выгодными. Токаев фактически поставил ультиматум министру здравоохранения Алексею Цою и всему правительству в целом. Цитата. Алексей Владимирович, ранее я говорил вам, что на данный период министр здравоохранения – ключевая фигура в правительстве. У вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты. В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе последует кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но и правительства в целом. Какие кадровые решения имеет в виду президент, думаем, понятно. Тут интересный момент. Никто в Минздраве до этого времени не считал себя виноватым. На днях Цой выступал на брифинге и заявил, что не видит никаких проблем. Вот его слова. Вы посмотрите, наши соседи вокруг, которые не имеют такого доступа к вакцинам, как Казахстан, не имеют собственных производств. Вынуждены ждать своей очереди для вакцинации. Мы получаем дозы. У нас, в принципе, все идет своим чередом. И здесь я не вижу вопросов, там и паники. Но затем на провал старта вакцинации ему указали и депутаты. К слову, в их обращении была еще одна интересная деталь. Она касается завода по производству вакцин в Жамбылской области, на который выделили 5 миллиардов тенге. Выяснилось, что проект делался специалистами, которые до этого не имели опыта подобных работ. В итоге сам завод почти достроили. Но оборудование для него не оказалось. Все дело в том, что его попросту забыли заложить сметы. В общем, классическая казахская история, когда главное, чтобы деньги были освоены. А как именно, это уже второстепенный вопрос. Пока эти факты никто не прокомментировал. Но здесь может быть повод для расследования. Но вернемся к увольнениям. Следующий на очереди руководство СК «Фармация». Мы помним, что в прошлом году там уже сменился глава. На место берега Шарипа пришел Ерхат Искалиев. Это произошло на фоне острого дефицита лекарств во время летнего коронавирусного кризиса. Более того, Шарип сейчас находится под арестом и ждет суда. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Еще напомним, что и бывший министр здравоохранения Ильжан Бертанов тоже находится под следствием. В отношении него расследуется дело о растрате бюджетных средств. Получается, что те чиновники, которым Тукаев пригрозил увольнением, прекрасно понимают, какая ответственность на них лежит. И работают, оглядываясь на печальный опыт своих предшественников. Но извлекли ли они уроки? Научились ли работать за этот год, что мы живем с коронавирусом? Про главу Минздрава довольно лаконично сказали те же депутаты. Они считают, что если Бертанов провалил начало борьбы с пандемией, то Цой проваливает работу по вакцинации. Чтобы избежать увольнения, ему нужно исполнить свои же обещания. А они довольно громкие. Речь идет о поставке 2,5 миллионов доз вакцин в апреле. К концу месяца планируется привить миллион казахстанцев. А до конца первого полугодия 6 миллионов. Что касается СК «Фармации» и дефицита лекарств, то мы помним, что чиновники до этого постоянно говорили о достаточном запасе лекарств. Нас уверяли, что проблем с этим больше не будет. Но в соцсетях говорили, что с прилавков исчезли некоторые препараты. В том числе те, которые применяются при заболеваниях сердца, сосудов и воспалении дыхательных путей. С лекарством кардиомагнил вообще произошла абсурдная история. После того, как поднялся скандал, выяснилось, что на складах аптек препарат есть. Но его не выставляют на прилавки. А все из-за приказа Минздрава об установлении предельных цен. И эти цены оказались ниже закупочных. Поэтому частные сети аптек не захотели продавать лекарства себе в убыток. Как говорится, это бизнес ничего личного. Но оказалось, что не хватает не только лекарств. В дефиците также медицинские изделия и оборудование. По словам Тукаева, в среднем отделения реанимации оснащены только на 64% требуемых стандартов. Неужели нас ждет повторение прошлогодней ситуации? Очереди в аптеках, переполненные стационары, нехватка аппаратов ИВЛ. Понятно, что в дело вмешались новые штаммы коронавируса. Именно с ними связывают нынешнюю вспышку заболеваемости. Однако, стоит ли тут искать оправдание? Неужели подобная ситуация не прогнозировалась? Причем, единственным выходом из этой ситуации сейчас видится тотальный локдаун. Тот самый локдаун, которого все надеялись избежать. Уже сейчас в ряде регионов закрываются рынки и ТРЦ. А на днях появились и первые санитарные посты. Первый закрыться решила Восточно-Казахстанская область, которая находится в зеленой зоне. Таким образом, местный санитарный врач решил ограничить количество завозных случаев. Посты появились на границах с Алматинской, Караганинской и Павлодарской областями. Пересекать границу региона разрешат только узкому кругу лиц. Сотрудникам организации жизнеобеспечения, людям, выезжающим на лечение, транзитным пассажирам и так далее. Причем, на въезде в область нужно будет предъявить справку с отрицательным ПЦР. Испытали дежавю? Мы тоже. Но есть вероятность, что внутри закрытых регионов меры не будут такими жесткими, как это было прошлой весной и летом. На совещании Тукаев сказал, что ограничительные меры и рейды не показывают должной эффективности, а лишь еще больше раздражают общество. Возможно, после этих слов санитарные врачи будут писать свои постановления более продуманно. Есть показательный пример из Алматы, когда там полностью запретили общественный транспорт по выходным. Несмотря на то, что многие горожане работали по субботам. Им не оставили выбора. Такси не всем оказалось по карману. Очевидно, что это постановление было сырым. Правда, санврач Жанрбек Бекшин не сразу это признал. Только после волны критики со стороны общественности и журналистов он все-таки изменил этот пункт и разрешил транспорту ходить в определенные часы. Вообще, к работе санитарных врачей и мониторинговых групп есть большие вопросы. И не только у нас. Вот цитата Тукаева. Работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, непрозрачный характер. Одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверятся вообще. Почувствуйте разницу в риторике. Президент раскритиковал чиновников и призвал их не кошмарить людей и бизнес. А что обычно говорят сами чиновники? Правильно, винят всех, кроме себя. По мониторинговым группам, кстати, недавно высказался тот же Бекшин. Простите, что мы так часто о нем вспоминаем, просто брифинги с его участием проходят интереснее всего. Так вот, он считает, что работать надо еще жестче, и штрафы за нарушение карантина нужно повышать. Вот его цитата. Снова вернемся к совещанию. На нем Тукаев поручил оперативно ввести отсрочку на уплату отдельных налогов и платежей по кредитам для субъектов бизнеса в пострадавших отраслях. Снова мы видим разницу в подходах. Мы не зря сопоставляем слова чиновников и президента. Правительство, Акимы и санитарные врачи никогда не признают проблем и не считают себя в чем-то виноватыми. Но приходит время, и Тукаев озвучивает факты, о которых они предпочли бы умолчать. Причем с каждым совещанием слова президента становятся все жестче и жестче. Что еще примечательно? Ставя своеобразный ультиматум, Тукаев назвал конкретных чиновников и конкретные даты. Указал, какое именно наказание их ждет. Поэтому нынешнее предупреждение можно считать последним. Никаких строгих выговоров, только увольнение. Апрель должен стать определяющим. Но прогнозы пока тревожные. Цой озвучил ожидания Минздрава. По пессимистичному сценарию в следующие три месяца будет 370 тысяч новых случаев заражения. Госпитализация потребуется 190 тысячам. По реалистичному прогнозу заболеют 250 тысяч человек. В госпитализации будут нуждаться 127 тысяч. Если ориентироваться на него, то получается, что за три месяца, с апреля по июнь, заболевших будет столько же, сколько за весь год пандемии. И по оптимистичному сценарию за три месяца будет 140 тысяч новых случаев. Госпитализируют 71 тысячу. Что тут сказать? Даже при самом благоприятном раскладе ситуация выглядит тревожной. Что такое 140 тысяч? Это в среднем 47 тысяч случаев в месяц. Или полторы тысячи в сутки. То есть, все равно довольно много. Примерно столько же, сколько было в последние дни. Получается, улучшение ситуации Минздрав в ближайшее время не ждет? И очень хотелось бы узнать, при каких условиях возможен оптимистичный сценарий. В предыдущих прогнозах Минздрав всегда указывал, когда понадобится локдаун. А когда можно будет обойтись без него. В этот раз министерство назвало только цифры. Это случайность или власти не хотят преждевременно пугать людей? Как вы думаете, насколько вероятен локдаун? Каким он будет и сколько продлится? Обязательно напишите свой ответ в комментариях. А на этом мы заканчиваем выпуск. Будем ждать новостей и надеемся, что они будут хорошими. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok